Сегодня я хочу предложить вам пройти тест на баланс жизни, так называемое колесо баланса, либо диагностика семи чакр. Почему это важно и нужно, и почему мне хочется это сделать именно с вами, поскольку у каждого из нас есть очень сильные стороны, так называемые таланты, а есть действительно слабые сферы или чакры, которым мы никогда не уделяем внимания, и от этого наша жизнь приходит в дисбаланс, и мы теряем очень много энергии, и иной раз даже не способны испытывать счастье. Да, да, именно так, и я хочу рассказать вам буквально историю из жизни. Когда я консультировала одного своего клиента, то есть проводя ему коуч-программу, его запрос был ниже следующий. Несмотря на то, что он очень богатый человек, очень успешный в карьере, в финансах, он абсолютно несчастен в отношениях, и он не хочет жить. У него тотальная депрессия, поскольку ему его божественное тело даже некому потрогать. Вот ему сейчас 80 лет, у него никогда не было отношений, никогда не было женщины. И он говорит, Катя, вы знаете, мне кажется, я умираю, у меня нет смысла больше жить, я заработал все деньги, которые только можно, но мне их даже некому завещать. И для того, чтобы вы, дорогие мои, избегали такого рода дисбаланса в своей жизни, очень важно эту жизнь божественную созидать. И вот вся моя жизнь как раз построена на том, чтобы созидать жизнь тех людей, которые являются для меня близкими. Пусть это мои клиенты, ученики. И очень важно, нам всем очень важно иметь такого друга, наставника, коуча, ментора, который бы на определенных этапах жизни нам помогал и подсказывал. И создавал вот эту вот, подкладывал соломинки, чтобы нам было мягко падать. Итак, давайте продиагностируем свою жизнь и разберем, где у нас действительно не хватает внимания, энергии, и где у нас слив энергии, утечка энергии. Даже вот еще одна история. Буквально недавно ко мне пришел опять-таки успешный бизнесмен, который говорит, Катя, помогите, у меня производственное выгорание, у меня нет энергии больше работать. То есть нет энергии, что делать, если вы выгорели? Это говорит о том, что у вас такая сфера, как удовольствие, либо секс, просто-напросто отсутствует. И как скомпенсировать, какие практики, какие ритуалы, составить экологичное расписание под вас, чтобы у вас была возможность это делать, практиковать, чтобы вы находили время. Найти нужные слова и мотивацию, чтобы, скажем так, соблазнить вас на занятия любовью, либо обучить вас этому. Почему ваша любимая не хочет с вами заниматься любовью? Вы как-то это делаете агрессивно, либо неосознанно, либо вы просто не умеете заниматься любовью. Боже, так зачем вы вообще живете тогда, чтобы только зарабатывать деньги? Но, любимые, это, конечно же, финансы и карьера, это очень важный аспект нашей жизни, но не единственный. Всего сфер жизни сей. Давайте разберем все. Итак, первая сфера, это, конечно же, здоровье. Скажите, каждый из вас обладает отменным, безупречным здоровьем? Пишите, да или нет? Если да, ставьте плюсик, если нет, то, соответственно, ноль баллов. На самом деле, на здоровье зиждется опять-таки все. Вы представьте, когда нет здоровья, нам ничего не в радость, ни деньги, ни богатства, ни отношения, ни занятия любовью, ни развлечения. Но, на самом деле, мы пришли в этот мир в определенном теле. И наша задача – это бог, это божество, которое, по большому счету, вам следует полюбить и найти баланс с этим телом, и стать целителями. И каждый человек имеет такие сверхспособности целительства. И каждый человек может исцелить себя всецело, если будет внимательно относиться к своему божественному телу. Поэтому еще раз прошу вас уделить этому пункту особое внимание и осознанно отметить, сколько баллов вы себе ставите, насколько ваше здоровье полноценно функционирует, иммунитет безупречен. Оцените себя. Следующее – это удовольствие. Как вообще жить без удовольствия? Мы в этот мир пришли, чтобы в первую очередь получать удовольствие. Но, опять-таки, есть такие кейсы в моей жизни, когда приходят ко мне клиенты и говорят, «Вы знаете, Катя, я сын семьи президентов, у меня все есть – богатство, я от жизни получаю удовольствие, я люблю женщин, мне нравится путешествовать, заниматься любовью, я люблю выпить, люблю вкусно поесть». Но, вы знаете, вот у меня как будто нет воли, вот я не знаю, чего хочу по жизни. Я как будто бы, ну вот как кувшинка в проруби. У меня очень много таких кейсов. И вы знаете, эти клиенты, они действительно часто склонны к обжорству, к алкоголизму, к, скажем так, праздному проживанию жизни. И здесь тоже очень важно найти, а что же является действительно их талантом, их миссией, их предназначением. И когда ты определяешь, что же действительно твоя миссия, и дальше структурируешь свой день относительно достижения этой миссии, то тогда все трансформируется. И когда ты вредные привычки заменяешь позитивными, например, любовь к алкоголю, допустим, на аромапрактику с эфирными маслами, делай ежедневно про наяму, либо занимаешься любовью, добавляешь туда специальные аромамасла, и тогда твой ритуал переходит из вожделения в целительную практику. То есть, друзья, на самом деле экспериментировать можно долго и бесконечно. Именно это делаю я на коуч-сессиях. А дальше мы идем к следующему пункту. Не забудьте себя оценить. Везде поставить от 1 до 10 баллов. Третье. Это карьера. Насколько вы удовлетворены своей карьерой? Поставьте от 1 до 10. Четвертое. Насколько вы счастливы в отношениях? Девочки, я знаю, что для нас самое главное – это отношения. На самом деле все мужчины только ждут, когда же вы, божественные феи, обратите на них внимание. Но многие из вас пребывают в иллюзиях и даже не замечают мужчин, которые рядом. А ведь мужчин больше, чем женщин. И каждому из вас, вы только представьте, каждому из вас нужна ваша любовь. Вот как растопить свою селтерца, как раскрыть свой ментальный, скажем, уровень, сознание, чтобы увидеть всех тех божественных мужчин, которые вас окружают. Очень важно работать над собой, над своими ограничениями, работать со своим телом, со своими убеждениями, установками. Готова разобрать это более детально. Пишите свои вопросы. Итак, пятая. Пятая сфера – это, конечно же, таланты. Все вы, дорогие мои, преисполнены огромного количества талантов. Боже, и если прямо сейчас начать их реализовывать, то жизнь будет сиять всеми красками. Кто-то из вас прекрасно танцует, кто-то поет, кто-то занимается любовью, кто-то печет, кто-то занимается глиняными горшками, дизайном, human-дизайном и так далее. Бесконечное количество любимое. Раскрывать ваши таланты – это такое таинство, это просто занятие любовью фактически. И, конечно же, когда мы раскрываем наши таланты, у нас увеличивается финансовый поток, потому что любой талант нужно реализовать. Потому что все эти таланты, которыми наградила вас Вселенная, карма, Бог, Творец, они для людей, не для вас. Вы просто носитель этого таланта, но вы должны служить этими талантами людям. Если вы согласны, ставьте плюсики, оцените свои таланты, выделите все свои таланты и напишите мне, какие вы хотите реализовать и на какой чек выйти. На самом деле, это действительно сессия, которая подразумевает углубленного изучения вашего миссии, предназначения и действительно тех талантов, которые вы хотите реализовать. Шестая сфера жизни – это, конечно же, образование. Учить и учиться – вот это самое огромное счастье. Но вы знаете, я часто сталкиваюсь на своих сессиях с такой проблемой. Многие клиенты настолько увлекаются самообразованием и обучением, что и вовсе, друзья мои, вовсе забывают о том, что учения и знания нужно передавать. Что когда мы учимся только для себя, это некая часть вожделения. Но у этого вожделения есть еще вторая часть – реализация и передача знаний. Вот это очень важно. Если вы действительно обладаете уникальными знаниями, которые важны и нужны человечеству, не забудьте их передать. Если вы не знаете, как, то у Кейт Спирит есть специальная академия личностного роста, где давным-давно, давным-давно сформировано место под вашу кафедру. Ну что ж, и последняя сфера жизни – это отдых. Отдых, ретриты, уединения. Опять, с чем я сталкиваюсь? Многие просто не умеют отдыхать. Вы знаете, не умеют праздновать день рождения. Почему я называю глагол «не умеют»? Поскольку буквально на днях я консультировала клиента, который сказал, «Катя, вы знаете, я так отметил в кавычках свой день рождения, что уже второй день не могу встать с кровати». В частности, что случилось? Выгорание, нарушение сна. Потом в виде злоупотребления алкоголя, интоксикация и плюс пищевое отравление. И он говорит, просто вот я выбит из колеи после дня рождения. Еще масса потраченных денежных средств. Что за КПД у день рождения? То есть вообще нам день рождения – это возможность для уединения, для личной випассаны, для практик самонаполнения. Вот как себе составить такое расписание, где вы сможете наполниться духовными практиками, наполнить все свои семь чакр, уединиться, сделать медитацию, либо составить себе детокс-смузи и поголодать в этот день. Вот где такая мотивация и где же эти правила? На самом деле все это составляется индивидуально под ваш запрос. Любимые, я жду результаты вашего теста, записывайтесь на консультацию, и мы составим ваш бизнес-план. Всегда ваш Кейт Спирит. Увидимся на консультации. Пока-пока.